Welcome, welcome, welcome to InDream, с Good Game'а скинул, что в Steam'е уже даже появилась превьюшка, правда, ещё купить её нельзя, хотя нет, может быть, её уже можно даже купить, ранний её доступ к Final Fantasy XV для Windows, и здесь, оказывается, аж даже русский язык будет очень хороший, с фулл аудио, с сабтайтл, ну, сабтайтл это понятно, я что-то, сколько стримеров смотрел, которые играли с PlayStation'а на Final Fantasy XV, в основном, все играли либо на японском, либо на английском, с субтитрами, понятное дело, на русском, но вот то, что ещё и будет и полная озвучка русская, мне это нравится, ну, сколько там гигов просит, лайк, викос, ничего страшного, главное, мы точно в неё играть будем, и Final Fantasy XV, Я как раз сегодня хотел об этом поговорить, ребят, с вами, потому что сегодня, помимо того, что происходит здесь в Европе, это так, развлекательные стримы, болтология, настоящее происходит, баны пики сейчас у нас будут, я хотел поговорить по поводу Final Fantasy Tactic, я почти закончил, там осталось где-то игровых часов не больше пяти, как раз на следующий стрим это всё и останется, то есть секретики максимальные я выполнять там не собираюсь, Стандартные секреты мы все доделали, по сути, там осталось только залпом идти заканчивать игру, после этого что делать? Дело в том, что LCS заканчивается, как бы я этого не желал, как бы вы этого не желали, он заканчивается, и у нас ничего не будет, Вы могли это на этой неделе уже даже почувствовать, потому что вся эта неделя пустая, даже вот эта игра, это от нифиг делать я её стримлю, она не котируется как хорошая игра даже, обычно я такое не... Да, лайк, выкуси, я помню, помню, выкуси тебя Так вот, к чему я это веду мысль, к тому, что делать будем, у меня есть варианты, у меня есть расшаренный Steam, у меня есть ещё возможность расшарить дальше Steam По сути, я могу почти любую игру из Steam, гипотетически, почти любую игру из Steam простримить, могу простримить что-нибудь дальше из летсплея, а-ля финалочек таких же, ну, JRPG-шек старых Могу постримить что-нибудь просто хайповое, а-ля Хардстоуна, PUBG, не знаю, Dota 2, во что там люди сейчас играют вообще Вопрос только о том, чего вы хотите, на что вы будете приходить, потому что Final Fantasy Tactics это, так сказать, то, что я обещал, я доделал, чего вы сами хотите Но для этого надо будет поднимать голосование, в этом голосовании вы будете, что делать, правильно, голосовать И мне нужно сейчас придумать список, список того, что будет участвовать в голосовании Халь, легенда и терминатор XCOM, проверишь горючий сзада Ты, наверное, молодой и неопытный, Warrior, у нас там Warrior's Good Game пишет, молодой и неопытный Потому что он не в курсе того, что я как бы в XCOM провел, наверное, больше времени, чем во многих других играх Не многие люди, в смысле, а во многих других играх То есть остальные игры, они обычно за 70 часов заканчиваются, а в XCOM там больше 200 часов, и они не заканчивались Eternal Stream, тот же MTG, Gwinted Stream, все нормальные стримеры бросили Что такое Gwinted, я даже не знаю А в списку можно присутствовать Лишка Лишка, она не будет отключаться Андрей Булгаков, она не выключается Лига Легенд все равно там будет, вы понимаете, Лига Легенд будет Но в стриме только Лигу Легенд, это с ума можно сойти И очевидно, что нужны перерывы от нее, и в эти вот перерывы, в эти дни надо достримить какие-то игры, возможно, которые я недостримил в свое время Вот как Final Fantasy Тактику, у меня еще недостримленные есть 4 игры на самом деле Начатые и недостримленные Либо новые какие-то начать прохождения Но если новые начать, то какие это должны быть игры То есть вот в чем прикол А можно мой голос за 2 будет считаться в голосовалке? А весучка, конечно же, нет Дивинити Дивинити тоже недостримлено Дивинити тоже недостримлено Как и Pass of Exile, но я их в один список включаю Мне бы, честно, хотелось, если, ну, чисто для себя Какую-то игру, которую начать и закончить Вот как с Ластримнантом Я ее начал и за неделю и закончил Да, приходили эти дауна зрители, которые приходили и писали Ах, где Лига Легенд? Я ничего не понимаю, что происходит? А там было как раз межсезонье, когда я Ластримнант играл Это же в январе было, да, ребят, если я не ошибаюсь? Как раз было межсезонье, не было никакого смысла вообще играть в Лигу Легенд Ранкиды закрыты Там полная анархия происходит Какие-то Зиксы-саппорты Зиксы-ады-керри И Зиксы-джанглеры Зиксы-вышки Каждой девушке по два голоса Ну, если они будут присылать свои фотографии, то, конечно Так что, вот, Ластримнант Вот так вот мы ее и прошли Мы залпом сели, ну, там, я не помню С воскресенья, типа, до пятницы играли А залпом каждый день, там, по 6-7 часов И прошли ее неплохо Гоу Файнал Фэнтези 8 Она у нас тоже начата, но не закончена А чем плохи Солоку? Так ничем они не плохи, они же никуда не пропадут Вот что я хочу вам донести мысль Что они никуда не пропадут Вы же понимаете, что Солоку я и так играю, даже когда ЛЦС вам стримлю Я же его играю в любом случае Я намекаю вам на то, ребят, еще раз Для тех, кто в танке Не будет ЛЦСа Вот этого вот стрима, как сейчас Не будет его больше Я не могу просто достать эти игры ниоткуда Не существует ЛЦСа в межсезонье Не существует ЛЦСа в подготовке команд к чемпионату мира Их его нет Целый месяц будет пустота в графике В расписании вообще видели? У нас 2 сентября финалы почти что во всех регионах После этого еще гаунтлеты будут до 10 сентября И дальше до чемпионата мира 2 недели вообще ничего нет Вообще ничего нет То есть нигде никто ни во что не играет Вот к чему я эту всю мысль веду Потому что 2 недели мы будем Солоку играть И чтобы с ума не сходить в одной только Солоку По 10 часов в день Немножко разбавлять это какими-то летсплеями Либо другими играми И вот чего бы вы хотели Сейчас особо можете не писать, чего бы вы хотели Но моим админам, если они внимательно смотрят Пусть обратят внимание, на что люди чаще пишут Чтобы я потом хотя бы ориентировался Как создать голосование Голосование, кстати, если сегодня выиграют Сейчас Мистер Исман Можем сегодня провести еще одно Раз уж я просто тему поднял А если выиграют Нинджей Пижамас То голосование завтра уж проведем Я повнимательнее сам прочитаю комментарии, которые вы писали Пустота в графике, пустота в душе Выве не увижу Не прощу себе Чего? В Fallout 2 поиграю В 2-й нет, а уж лучше в 1-й Зачем во 2-й играть? Либо в 1-й, либо в 3-й Зачем во 2-й играть? Или это 4-й? Ну, короче, который последний Либо в 1-й А ты предлагаешь 2-й Это как предлагать поиграть в Warcraft 2-й Вместо того, чтобы играть в Warcraft 3-й Глупо как-то Silent Storm Sentinels Я даже не знаю, что это такое, но Это 3-с какая-то FIFA 2017 О, я видел, Мэдисон тут ее стримил Или это менеджер был футбольный В общем, какая-то херня Ну, там болтология тоже была Мне не особо понравилась Серьезный Сэм Хм Сирия Сэм Ладно, 0-0 Давайте смотреть, что у нас получилось Ninja & Pijamas Выбили себе Ринниктона Грагас Нагни у нас будет играть на Синдре И Хик Эстонский Адекери Будет играть на Лейтгеймовом Адешнике Много магического урона Будет у команды Ninja & Pijamas В лейте Но при этом есть и процентный урон Так что особо По этому поводу переживать Они не должны Что же касается команды Мистер Сманки Они решили пойти другим путем Не банить Ашу А забрать себе Ашу Просто под контроль Правда, опять же Забирая эту Ашу Они не оценили Присутствие Морганы И Моргана сейчас будет Полностью контрить Любые действия Юки на линии Да, можно Я бы предпочел Либо стратегию Либо действительно РПГшку какую-то С хорошей русской озвучкой С хорошим классным сюжетом Ну вот как мы начинали Нейро-Аутомата Либо ее доделать Ну просто в нейро-Аутомата Мы выбрали сложность Довольно высокую И поэтому Из-за моих криворукостей Мы довольно долго В нее сидели и играли Ну с другой стороны Там просто ЛЦС И даже не начались Но здесь ганка От Шука по Кики Суцепляет его Кикис тратит свой флэш Остается в жек Но придется с рекольца Восстановить хп Герои Меча и Магии Третий и Гоу Ха, нет Это к Гудгейму Там на Гудгейме У нас есть Творина И еще парочку Стримеров Которые бесконечно Стримят героев третьих Это к ним Ну то есть Не будем хлеб отбирать У людей В октябре выйти на мобилках Да, я знаю Что финалка 15 В октябре выйти на мобилках Это я знаю Титан Квест Ну Титан Квест Это же то же самое Ну не то же самое Я имею ввиду По такой логике Тогда уж лучше В какой-нибудь Колосос поиграть Тормент Я даже не знаю Что это такое Хронокросс Вот бы Хронокросс писать Когда снизу у меня В описании стрима Ты можешь найти Уже полное прохождение Абсолютно полное прохождение На Хронокросс Забавный факт Моя начальница На работе Твоя бывшая одноклассница Слабо верю в это Но ты можешь Секретное имя сказать И я сразу точно узнаю Так ли оно или нет Или Пьюр От создателей Бастиона и Транзитора Дисайплэс Ладно, все Я не читаю название игры Я говорю Администрация моя Примет к сведению То, что вы там написали Ну а я потом Создам голосование Либо в перерыве Между этой игрой Если мистер Сманки Выигрывает Либо уже тогда завтра Вархаммер Тотелвор Тут мне нравится А кстати, да Она даже была Одноклассницей Моей Какое-то время Если это Ну, ты не врешь Если ты не врешь Ну, она была Не так долго Моей одноклассницей Если так посудить У меня просто было Три класса Я был сначала В одной школе Потом в эту школу Перешел в одном корпусе Учился в одном классе А потом Финально Финал школы Так сказать В другом Так что да Действительно Она даже была Какое-то время Зачем обезьяны Берут раннюю игру Если не пы Почти всегда Ее выигрывают Это хороший вопрос Давайте над ним Подумаем А каков был план Вообще у нинджа У мистер Сманки Не нинджа У мистер Сманки Одержать победу В этой встрече Они собираются Кикеса Расфидить И пока Не особо Это работает Пока я только вижу Как Грагос Туда постоянно приходит Кикес вынужден Уходить на рекол Но видимо Дальше это будет делаться Через ультуаши Через талию А как они будут Кикеса превращать В монстр Них идея Это в десенгейдже Через Зака И Райкана Вы хорянзо Сможете за тавердавить Оппонентов Аша может всегда Сделать наоборот Ответочку Если вы пойдете Например вдвоем Втроем убивать Джейса План хороший У команды Мистер Сманки И в этой игре Я не ставлю им Никаких минусов На игру Я просто ставлю им Лейгим Слабее 60 на 40 Даже можно Больше Можно отдать Нинджам пижамо С процентиков Из-за того Что всего один Реальный танк У обезьянок Но Так-то у них Вроде все хорошо Шпратель шишку Хочет выбить Тратит ее Он кстати Второй раз Играет на этом Скинце Черном Цеповедение выгоняли Нет За переезды За переезды Здесь Шпратель Кидает кушку Попадает В Дримса Дримс Пытается защитить Пинквард И больше он Нанес урона По Шпрателю Но Шпратель просто Не хотел Магический щиток Свой тратить И с автоатак Настрадал Сейчас он Зазывает уже На помощь Сюда Грагаса Грагас Да Конечно Подкидывание По Дримс Ну Дримса Все нормально Есть чем прыгать Какой винрейт У Талии Ну Стандартный Я думаю Даже выше 50% Солокум На ЛЦС Думаю Ниже 50% Я что-то Как-то Слабо помню Что в последнее время Выигрывали Талии Из-за того Что ее Очень часто Контерпик Это скиллбейс Матчапы Она проигрывает Из-за того Что в лейте Она слабее Чем многие Другие чемпионы Так что Думаю У нее где-то На ЛЦС Около 45% Винрейт А в солокум Где-то 52-53 Должно быть И Шук Оказывается Здесь внизу Вместе со Шпрателем Прыгает Шук Но Не будет У нас здесь Олэйна Хик слишком близко Подошел Но получал Много урона От крипов В этот момент Профита Дамажит Казалось бы Кикес Но Профит Впрыгивает в него Продамаживает его В ответ Кикес Проказывает нам Как нельзя Флэшиться на ЛЦС И Знаете Ребят Он показал Очень правильно Как нельзя Флэшиться на ЛЦС Поэтому он будет Теперь так Флэшиться В Челленджер Европе Потому что на ЛЦС Европа Такие флэши Это просто детский сад Я не знаю Что это было Только что от него Если уж Отфлэшиваться То надо было До этого Если ты хочешь Через стенку То уведи дальше Ренека И потом Перефлэшивайся Через стенку Шук повторный ганг Проделывает на ботлейн Ребята На ботлейне Из команды Мистерис Манки Не ожидали Что Шук может В наглую сюда прийти Еще раз Он шестой левел Дал ульту Но зацепить не смог Кузька Прилетает на своей талии Вниз Будет гоняться Ну Поконяться-то он может Результат Ох Ха-ха-ха-ха Как же это должно быть обидно Ну правда он Крагоса поймает Но не попадает В него кушка Нет Все же Три кушечки Туда залетели Но выглядело смешно Хотел перефлэшиться Кушку Шпратель Но тоже не получилось Такое впечатление Что у команды Мистерис Манки Даже уровень Механики Ниже Чем у ММ Вынужден Отфлэшиваться Амэзинг На этом Тауэрдайве У Кикеса Не было никакого урона Чтобы убить Профита Ну и Профит Сейчас Нажмет рекол Восстановит ХП И придет сюда Назад Пешочком Да он Потеряет немножко фарма Но килл на нем Не сделали На боте Конечно же Тоже не смогли Не сделать килл Но это было В минус Все саму нерки Ребят И телепорт Теперь есть у Профита Обратите внимание Нет у ульты У Кузьки Нет телепорта У Кикеса И не удивлюсь Если Реник Сейчас придумает Что-то на боте Тем более что Как раз Грагас Уже на боте Отдает сейчас Синей Синдре Вместе с Ашпрателем Они придумают Как зайти в чужой лес И потом могут На боте Оказаться Для убийства Когда медленная скорость Кушки Моргана Спасает ей жизнь Ну да Ну ты вроде должен знать С какой скоростью летит Кушка Моргана Иначе нахрен А ты здесь на ЛЦС играешь Стримир же бомбил По поводу Аши В смысле А че я должен бомбить По поводу Аши Все вроде бы нормально Смахнул пыль с плойки А зачем ты пыль с плойки Там есть эти Я даже на PS2 уже эмулятор нашел Я сегодня поискал специально Чтобы на всякий случай В качестве продолжения Если что поиграть в Final Fantasy XII Она же до сих пор не вышла На ПК Вышел Ремастер-эдверсия Но она вышла Для Для этого Для PlayStation 4 Ремастер-эдверсия А я вот Старую добрую версию Изошку Достал Все нормально И С эмулятора PlayStation 2 Она у меня уже на компе лежит Ну это так Просто к сведению Я ее сегодня правда еще не проверял Не запускал Ну точнее запустил Увидел что вроде работает Но не проверял Как там вообще все выглядеть будет Потому что Все же Потеря графики должна быть PlayStation 1 На компе Эмулируется очень хорошо Там никаких потерь графики Графоне остается такой же хорошей Как и было в свое время на телевизоре А вот с PlayStation 2 Тут уже другое дело Конечно Нужен Уже более сильный компьютер Смахнуть пыль с PSP Да С PSP кстати тоже У меня сейчас вообще 3 эмулятора Получается на компе PlayStation 1 PSP И PS2 Любопытно что нет ни одного эмулятора Xbox У меня Ну наверное это связано с тем Что эксклюзивов Xbox В свое время не делали А на нынешние эксклюзивы Ну это как на PlayStation 4 Эмуляторов нет Потому что там такие компьютеры Вы же сами знаете Чтобы Сделать эмулятор на PlayStation 4 Проще купить Несколько PlayStation 4 Учитывая Даже Высмеивали это Кто-то проводил Какой-то анализ Цифр Что может выдать PlayStation 4 И что выдает Обычный компьютер Ну не обычный компьютер А дико хороший компьютер И что он даже По производительности Намного слабее получается Так что Приставочки Они такие ребят Сейчас Профит Кстати говоря Не просто так это все делал Он байтил Кики с Амэзинг Сюда на этот байт сработал Но Кузька тоже сюда летел Байтили по сути оба И Кики с байтил И Профит байтил И оказалось Численное преимущество За командой Ninja and Pijamas Отфлэшивается на огне Но на него кидает Игнает После этого За Амэзингом Погонится команда И поймают они Профита Но Профит был не один Подбегает сюда Шук Дает подкидывание По нескольким игрокам И хотя бы один килл делают А то было уже как-то страшно Неудачно Видите же Братья вместе с эстонским Эдекерис реколились Не могли они поучаствовать В этом сражении на топе Пока умерли уже давно Ну Не давно Но недавно Это произошло действительно Где-то 3 года назад Когда новое поколение Приставок Пошло Оказалось Что их производительность Лучше Помните даже фильм Чапи От Блонгампа Режиссера В том фильме Там Чапи Ну там Понятное дело Это в качестве рекламы Было сделано тоже Но Так или иначе С точки зрения того Что там было показано Это логично Он взял огромное количество Приставок Плейстейшн четвертых Скрутил вместе Друг с другом Что-то там Напрограммировал И получил себе Супер-мега-компьютер Потому что производительность Именно Их Сейчас самое высокое Получается Такие дела Ну ладно Я просто там увидел Какой-то странный комментарий Подумал Это кому он вообще пишет И зачем Но я остальных комментариев Не вижу Поэтому не могу судить 2-2 счет В этой игре Лейтгейм За командой Нинджи Им пижама С ММ Посильнее будут Немножко в мидгейме И попытаются Через контр Давление Кикисом Постоянно 4-1 Играть Ну а у Нипов Старый такой Сетап Похоже на 3-2 Только у них В качестве Одного из этой Троечки Это Морга На щитком Профита пытается убить И он От многих Скиллшотов Уворачивается Но не получилось Ну видите Работа идет Работа как говорится Кипит Но вот маленькая проблема Нинджи Им пижамас Постоянно забирают Кого-то в ответ Сейчас они забирают Амейзинга А киллы Ребят Джейсу Не достаются Обратите внимание Он 2 Ассиста заработал Он не выходит Вперед по фарму Он не доминирует Профита до сих пор То бишь Рениктон Все еще стоит И чувствует себя Прекрасно на линии Если они сейчас Вместе где-то Окажутся Хик у нас Бросил линию На ботлейне Сместился на топ Но только потому Что 1 на 1 Он с Ашой стоять не хочет Ну и решили Тогда уже провести Свап Команда Нинджи Им пижамас Как я обычно Вам всегда говорил Во время такого Свапа Теряет очень много Фарма до керри В данном случае Так и происходит Сразу же Аша Уходит вперед По фарму снизу Но при этом Джейс Не заполучит Сейчас никакого фарма Он пойдет на свою линию Ну там через кушку Что-то пофармит Что сможет Размен Рив Геральда На Ферстблат Вышку снизу Ну ладно Ну слышка Да Сделал Юки Соло себе Золото это заработал Ну а толку Это же Аша Золото получил Смотрим За профитом В него опять Делает врыв Джейс Опять откуда ни возьми Появляется куська Он тут уворачивается Прыгает Скачет Но к сожалению Нет флэша Чтобы дальше убежать Ну а Мейзинг Решает вместе Мне кажется Амейзингу Лучше было здесь Дать кушку Пашуку И стянуть его сна огня А потом На ульте Их выкинуть оттуда И дальше уже Следить за тем Сможет ли он убежать Или нет А он впрыгнул И по сути Сам себя обрек На смерть Ну ладно 3-3 счет 600 золото Преимущество Команды ММ Следующий дракон Будет у нас Инфернал Дрейк видите Тоже ушел за командой ММ Но за это Они потеряют Вышку на топе И сейчас Геральтка Будет вызываться Интересно Куда Подождите У нас здесь Кикес Сделает Олен по Хику И Шпратель Вынужден был Нажать ульту Чтобы Отпугнуть От себя Подальше Кикес Ну они много Потеряли ХП Рядом Лграгас На помощь Всякую Он пришел Пока Кикес Я чувствую Уверенно Пошла Ульта Аши Под углом Пролетает Она по нескольким Вардам И попадает Ребят Кикес Флэша Делает Кел На 3.5 Стане От Шпратель Шпратель Не среагировал Ульта Летела На самом деле По 3 Вардам Или Это же Красные Варды Все верно И соответственно Должен был Шпратель Среагировать Там что-то говорят Про производительность Говорят Я не прав Ну Я сужу По Не Своей практике У меня даже нет Плейстейшн 4 Так что ребят Я сужу Потому что Говорят блогеры Потому что Пресса говорит И так далее Если где-то Что-то привирает Оно есть Такая есть Вещь Значит меня обманули Тут у нас Геральт сломал Вышку на миде Пока я отвлекался В этот момент Джейс нажимал Телепортацию вниз Не совсем я понимаю Зачем Джейс потратил Телепортацию На ботлейн Ведь он этим Ничего не достиг Реник все равно Сейчас фарм Приберет к своим рукам Лучше бы он Нажал телепортацию Как раз на мид И попытался Как-то остановить Геральтскую Вот эту вот Осаду А вот из-за чего Вы там начали спорить Все я понял Там у нас разделился Мир на плойку И Точнее не на плойку А на приставочников И компьютерщиков Понятно И каждый теперь Кому-то что-то пытается Доказать Ребят Никому ничего не надо доказывать Что есть то есть То есть Большинство Все равно Приставка И компьютеры Зачастую По производительности Примерно одинаковые А с точки зрения Игровой индустрии Ну спорить не стоит Наверное даже Вы можете видеть Что и там и там Выпускаются Одновременные игры И там и там Есть хорошие игры Просто это разные вещи Тетрис шарит Тетрис да У нас здесь минус вышка Произошла на топе Минус вышка еще И вторая будет на топе Тем временем Профит Зарабатывает еще больше Фарма Даже возможно Сейчас выйдет вперед По левелу Нет не выйдет Он только 12 Сейчас апнул Ну это именно Из-за того что Он не участвовал В соло киллах И ассистов Не заработал На врагах Ну не страшно На самом деле Для команды Нинджа и Пижамас Они могут спокойненько Пока держать В узде Команду Мистер Сманки И направлять их Сами Куда они хотят Это гораздо лучше Для них Единственное Мне то что не нравится То что сейчас Синдра не знает Куда себя деть На миде И оставаться Ну не особо выгодно Потому что пока Она стоит на миде Моргана не может Организовывать Хороший вардинг В красном лесу оппонентов Хороший вардинг В синим лесу оппонентов И преимущество Вот этой вышки Оно начинает пропадать То есть у них Есть вышка Сейчас на миде У Нинджа и Пижамас Но из-за того что Моргана вынуждена Всегда ходить с Хиком Это проблема Тут Нагния дает Проказ по Кузьке Кузька прожимает хил Перекидывает Нагния Влетает Зака И минус Нагния нет Он успевает Клинц поражать Остается в живых Шук его прикроет Дает ульту Шук Подходит уже Шпратель Дает Ешку Еще с флэша Шук Ловят они бедного Шпрателя И он погиб А не не Шпратель Я говорил С этого Дримса И он погибает Я два раза по-моему Назвал Райкана Шпрателем Извините ребята Вот это интересный ход Минус флэш От Кузьки Испугался он Что если сейчас стан попадет По нему от профита Сверху накинется стан Синдра И его тупо убьют А в чем проблема была Вроде вся команда ММ Была здесь Вроде здесь Все тоже получилось А ульта Аши Прилетела в Шука Вот в чем проблема А дальше шикарная ульта Еще Грагаса Ну того же самого Шука Которая раскинула Разделила Так сказать Четырех игроков На три плюс один И эту единичку Как раз таки И убили через Моргану И Грагаса Команда Нинджи И Пижамас На вардах они здесь Приколется Но помешать Дримс Этому процессу не может На Шора А это интересно Синий Тринкет Тут же был поставлен На огне Он увидел Что начали делать На Шора Мистери Сманки Будет нажиматься Телепортация Тринкет Никтона Он прилетает сюда На огне Будет сейчас Выцеливать свой Спел Исти Божь ты мой Это вылет Это вылет Это вылет Команды Мистери Сманки С чемпионата Европы Это конец Синдра Ворующая На Шора У Смайтера Вы ее видели Она вас видела У вас вариантов было Миллиард Аша Может кинуть Ульту В на огне Он не сможет Даже спел Прожать Джейс Может впрыгнуть Начать с ним Сражаться Рейкан Может впрыгнуть Дать по нему Ульту Ну а сейчас Полностью Лейтгейм До лейтгейма Точнее Доживает команда Нинджа И пижамас Они получают Себе сейчас Огромное количество Время Видите Как тут Произошло Синдер Стоят Ворды Дримс И видишь Что три игрока Среколились И главным образом Среколился Грагас И предлагает Забрать Нашора У Зака Откатился Смайт Вот только что Мы это видим И Зак Не нажимает Его 540 Там было 540 И нажимает Смайт 11 левел Он мог Там у него Где-то 690 Если я правильно Помню числа Но они этого Решили не делать Еще раз Напомню Ребят В крайнем случае Вы можете Отправить Двух игроков На выгонение На огне Оттуда Вы его видите Это будет Тоже не страшно Даже если потеряете Двух игроков И заберете Нашора Это все равно Плюсовый Нашор А так Вы сыграли В смайт Войну Где Амейзинг Ее проиграл Амейзинг Провалился Ну Амейзинг Давно уже Не того уровня Игрок Который был На чемпионате Мира Не того уровня Который был Вместе с командой ТСМ И даже не того уровня Игрок Который был В начальных Еще Волчатах Это совершенно Другого уровня Игрок Сейфовый Стабильный Но ничего По сути Не делающий Ну что ж Минус вышка На меде Потихонечку будет Не у нас Не вся команда Нинжи и пижамы Подошли Знаете У Нинжи и пижамы Сейчас такая ситуация Они понимают Что им надо пушить Но при этом Они готовы Еще этого делать Они Не успели Закупиться По предметам У них Моргана Все еще Не купила Себе Редемшн Второй предмет Как в прошлой игре Собирать должна Добавить ей ХП Сустейна Таким образом Ну у Синдра Есть Синебаф Вот единственное Они сейчас Через Синдру Попытаются Поиграть У Грагаса Появился Райт Лос Глори Тоже неплохо Например Ринектон Он собрал себе Стирак Это чисто для защиты От Джейса На линии А в тимфайте Он со своим Стираком Сейчас думает Ну что я с ним Здесь буду делать Только попу Подтирать И причем себе А не оппонентам Так что Бесполезно Немножко себя Ринектон Сейчас будет чувствовать Здесь урона Нет Танковости нет Такой момент Талия дает Ульту с базы Чтоб приблизиться Что И вот понимаете Вот такие вот Вроде бы Мелочи 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 А Суммарно Все складывается В жесткое поражение 3-0 Против Нинджа Им пижамас И В регулярке Мистер Исманки Напоминаю Одержали победу Над Нинджа Им пижамас 2-0 Не оставили им Тогда ни единого шанса Далее на Тильте Да не тут все походу На Тильте уже Вармок у нас собрал Амейзинг Допустим Ничего кстати Зак за игру не сделал И Вот эти вот ситуации Все что они там Давили на Профита Профит Выдержал этот весь урон Продержался Почти вровень Отставил По фарму против Кикеса По левелу Остался вровень И сейчас То что должно было строиться Через Кикеса Спритпуш Оно не будет строиться На шор кстати закончился Он нинджейм пижамас Они с ним почти ничего не заработали Сломали по-моему две вышки И все Две штуки у нас преимущества Нинджейм пижамас стал Проигрывали где-то тысячи Ну то есть где-то Три с половиной Ну такой Слабенький наш Зак который делает ничего Это кайф Ну он по крайней мере Не фидит Знаете Зак делает Олэн Моргана Дает щиток на Хика Потому что Хик здесь важнее И Хик под своим уроном Раздамаживает всех Шук делает врыв Но его Дримс Останавливает Своей ультой Дает по нему подкидывание И бандинг Попадает Куська Куська на флэше Попытается уйти Будет ли флэш За ним Хик А не нужно Тут уже профит подошел Нагнец своей ультой Добивает Трайкана И 4-6 Команда Нинджи Им пижама Сможет идти дальше Они убили сейчас Двух игроков Может быть даже Не особо ключевых Но все же Это два игрока Команды Мистер Исманки Пойти наверх Правда тяжеловато Будет На профит Он накидывает Магический щиток Хик наносит урон В этот момент Был Станкин От Вамейзинга Он чудом выжил Ну не чудом А тем что у него Вормок уже есть Он выжил У него там Три с половиной тысячи ХП Столько просто Они снять не могут За это время Что за скин на Когмэ Ну это Погмав Скин В русской версии Когмопс По-моему он называется Потому что Эта порода называется Мопс В английской версии Он Пог Что-то там Как-то так Эта порода называется И поэтому Погмав В английской версии Или Мопс Мау Вот там Не Когмопса А Мопс Мау Ой мы что-то тут С вами пропустили Профит то ловит Он красный баф Хотел забрать Ну конечно Это жадность От него Не стоило ему За красный баф Еще лезть Ну забрать его Забрал Только за это Умер Они точно Друг с другом Играли Или с миньонами Ха ты Про то что счет 5-6 И Это все но уже Конец игры Я под концом игры Подразумеваю ребят Что Лейта нету Команды Мистер Сманки Весь лейт Строится вокруг того Что Кикис Может сплитпушить Но Вот и вот чем Сплитпуш заканчивается В этот раз А его команда Попытается сейчас Мидлейн продавить За это время Шук не попадает Скиллшотами Кикис много времени Кстати выигрывает Ну давай Шук Хватит тут уже С ним возиться Гош ты мой Что с ними не так Шук просто ржет Сидит Потому что он умудрился Не попасть Ни одним Скиллшотом Грагас Из моей Солоку Сейчас был Он сначала Не попадает Ешкой по нему Потом не попадает По нему бочкой Потом не попадает По нему еще раз Ешкой В тильте Кидает свою ульту С автоатакой Автоатакой конечно же Попадает С W Которая доп урон Наносит Но ульта Пролетается оно мимо Просто Топово Топово Сейчас Шук сыграл Но они все равно Убили Кикеса Вышку на меде Правда за это потеряли Теоретически Кикес даже Ну в плюс сыграл Для своей команды И Кикес почувствовал Что ему сейчас Надо будет только Сприт пушить И добавлять себе Хекс Дринкер При котором У него проблемы С профитом Не возникнут Потому что Хекс Дринкер В любом случае Добавляет в Амаде урон Да и против Ренектоновской ульты Неплохо помогает Она же магический урон Наносит всем вокруг А Главное он Теперь не будет умирать От Гракаса Приходящего Ну и Нагния Ультющего Показывает нам урон За эту игру Только Кикес Здесь стреляет Там люди все не могут Успокоиться По поводу приставок Деньги на диски Боже мой Ты с какого года Деньги на диски Когда все в интернете Сейчас покупается А на диски Ты тратишь Только если тебе Хочется чего-то Прямо элитного Там же тоже Свой же стим Встроенный Что в Иксбоксе Что в Плейстейшн Деньги на диски Вот бы деньги на диски В 2017 году Ребят Мам Я хочу купить диск Хорошо Вот тебе С обедов Купишь себе диск На Шора Байт у нас здесь Устраивает команда Нинджи и Пижам Они частично На вардах стоят Поэтому не ведутся На этом Мистерис Манки Аккуратненько Стоят издалека Закидывают туда Всякие просветочки У них есть Аша У них есть синие Тринкеты И пошла ульта Талия Которая вынудит Сейчас сражаться Командой Нинджи и Пижамас Но они-то В общем-то И не против Профи тут же Делает инициацию Теряет своего Стирака Зря наверное На Хика Накинул Был щиток От спратили Если бы он кинул Его на Крокодила Крокодил бы остался В живых И скорее всего Нанес бы гораздо Больше урона Побоялся Шпратель Что Зак в него Сейчас влетит Или ульта Аши Влетит И кинул Магический щиток На Хика А все эти спеллы Как раз таки Влетели в Рениктон Кстати Реник мертвый 34 секунды Команда Мистерис Манки Может небольшой Камбэк образоваться Потому что На шорта апнуты И на него Можно сейчас идти Деньги с обедов Будут скидывать Тебе на ворлдс И ты о чем Ну да Не на диске же Ловит здесь На шуку На шуку кидается Магический щит Он остается в живых И минус Райкан Хик подходит И команда ММ понимает Что что-то мы не то Мы как-то неправильно Распределили Своих игроков Мы оставили Райкана Одного против Четырех Блокировать На шор выход В итоге Нам Райкана Просто убили Заблокировать на шор выход Мы не смогли И побоялись Снова играть С Майт Войну Теперь Просто самим Придется играть С Майт Войну Причем Не догадался Зак Амейзинга Что нужно просто Где-то там Остаться неподалеку И через прыжок Пытаться застилить Он сразу же ушел Вместе со своей командой Ну и не вернулся Бывает Ну очень грустно Конечно выглядит ММ У них еще настолько Жопа Ребята Они изначально Я говорил 60 на 40 Но я там сказал Возможно и больше Процентов В зависимости от того Как Кикес будет отыгрывать Ну он играет Неплохо Поэтому 60 на 40 Годится Но они еще при этом И отдали Двух инферналов А это по 8 процентов 16 процентов Еще отнимаем Понимаете Это 76 Уже на 24 Уже 76 на 24 То есть вероятность того Что ММ Могут хоть как-то Побороться в лейт гейме И у Аши Юки Свои какие-то билды Которые Вообще Не годятся То есть Помните Я хвалил тут билды Хика На Аше Один был у него Через Рунан Хурикан Второй был через Ласт Виспер Со статиком Оба были правильные А это Это мусор какой-то Это что за крит билд У нас на Аше Это что она Она у нас Вдруг как Кейтлин стала Каждая вторая автоатака Криты прописывает Почему Ой тут Отзонили Немножко Шука Ну ладно Просто у Аши Как бы криты Не самый важный Ее показатель Шука пытается убить Цепляется за него Вот его отзоните Видите Получилось Зацепилась команда ММ из-за него Убить-то Шука Может быть и получится Но что будет дальше А дальше будет смерть Дримса Дримс отфлэшивается Выживает Шук Но выживет Теперь профит Профит Зазывает свою команду На подкреп Команда подходит Минус Рейкан За Кикисом идет погоня Пролетает ультаж И но она мимо летит Всей командой Как же так А крокодил все равно Умер Крокодил все равно Турк сейчас заметил Что стены на хайграунде С эмблемами А ну так это турнирный сервер На нем очень часто Это рисуется Эмблема команды При загрузке Это именно на турнирном сервере Такие вещи сделали У нас же Ребят А здесь кстати Нету даже Команд Видите На эту игру Они отключили Эти эмблемы Здесь просто Лига легенд написано А обычно Обычно Кто не замечал Здесь висит Ну учитывая что Это ММ игра Здесь висит надпись Типа ММ А у них На базе висит надпись Нинджа им пижамас Нинджа им пижамас Это на турнирном сервере Такая фишка Ну для нас Для зрителей Это Красивенько все выглядит Ну а что касается У нас Стандартного сервера Когда идет какое-то событие Там MSI Рифтри Такие надписи Иногда Появляются На миде Эта надпись Появляется И тоже Вот сейчас На миде Здесь ничего нет Но во время Чемпионата мира Здесь будет надпись Чемпионат мира Висеть На полэкрана Такая будет виднеться Ну и на стенах Тоже будет висеть Чемпионат мира У нас здесь Врывчик идет Не очень Какой-то понятный Врыв от команды Мистерис Манки Зачем он вообще Был им нужен Их сейчас Нагни будет Фланговая Ааа Им нужен был Фасткил Чтобы забрать дракона Я сейчас только это понял Но Нагни уже С другой стороны заходит Минусует Райкана Амэзинг дает по нему Подкидывание Но попадает в банши После чего Флэшится Нагни делает второй килл В него прыгивает Кикис Но Нагни жив Нагни не погибает И это Амэзинг Попытается сделать килл Но шикарный Сайдстеп от Нагни Это можно даже Не забирать Третьего инфернала А можно просто Идти и заканчивать Нет ни одного Игрока команды Нижем пижама С телепорта Но есть ноги И они Их пользуют Чего они еще Не закончили Ужас Ну да Есть такое Ощущение Какой-то безнадеги Присутствует На протяжении Все этой игры Для команды Мистерис Манки Они просто Ниже уровнем Даже Мы это Обратили ваше внимание Во время Лейнинг фазы Во всех трех играх Просто Каждый индивидуальный Игрок команды Нинджей и пижамас Лучше играет Чем индивидуальные Игроки команды Мистерис Манки И огромный Плюс Я хочу сказать Эстонскому Адекере Да я его иногда Хейчу Иногда я его Тут критикую За многие его Позиционные ошибки За отсутствие Хороших пулов Чемпионов Но эту серию Я бы отдал ему МВП Потому что Профит он В последней игре Потащил Снагни Две предыдущие Полностью были За хиком И по сути Сейчас Из-за Кагмава хика По лицам видно Что они понимают Просто На миллиончик На миллиончик Команда Встряла Придется почки Продавать Органы И еще какие-то А возможно Придется даже Сдать в аренду Кого-нибудь Ну там Кузька симпатичный Мальчик Так что Быстро отработает Ну что ж Нинджей и пижамас Сохраняют еще шанс Вернуться на европейский ЛЦС Но завтра Им придется играть Против Шальке 0-4 Ну а что касается Мистерис Манки Спасибо им за сезон За сплит Сезона даже Отыграть не смогли Спасибо им за сплит Поиграли Посмотрели Но по мне Если вы начинаете Играть с новыми Молодыми игроками То надо играть Полностью Состав из европейцев Делать Они получается Взяли себе Двух корейцев Трех европейцев Потом этих европейцев Начали что-то менять Взяли себе Амазинга Выгнали корейца Сами запутались Чего они хотят От жизни Ну и Ничего Не добились В смысле На один лям встряли Ну мы так Примерно цифры Подсчитываем ЛЦС Слот Место Твоей команды В ЛЦС Слоте В Европе Должен где-то Миллион Тире 3 миллиона долларов Стоит твоей команде Поэтому учитывая Что они вылетели А у них же был Этот ЛЦС Слот Минус Миллиончик Ну тренер С них Заберется Что там за вкладочки С сериалами Посоветуй пожалуйста Тут аниме А не сериал Больше ничего нет Посоветую вам рекламу Всем советую рекламу Ребят I feel sorry For them But That is what happens In competition Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому